Практически у каждого из нас есть знакомые или родственники, которые страдают или страдали хроническими неинфекционными заболеваниями. Самые распространенные из них являются опасными и, к сожалению, далеко не всегда поддаются лечению. В то же время сердечно-сосудистые, легочные онкозаболевания и диабет можно предупредить либо минимизировать их влияние на организм и жизнь человека. Главные факторы риска неинфекционных заболеваний – это наши вредные привычки. И начинаются они с самого детства. Со сладких продуктов, с пирожных, печеньем, а также всяких напитков энергетических и в том числе таких знаменитых, как кола, потому что они содержат не только повышенное содержание сахара, но еще и усилители вкуса, которые вызывают зависимость у детей и подростков. Среди 10 основных причин смертности в мире – 7 неинфекционные заболевания. Ишемическая болезнь сердца, инсульт, обструктивная болезнь легких, онкозаболевания дыхательных путей, болезни, связанные с нарушениями мозгового кровообращения и сахарный диабет. Это те заболевания, которые приводят к инвалидизации нашего населения и к смертности нашего населения. То есть, если сейчас посмотреть цифры, то у нас практически больше половины людей не доживает до 70 лет. То есть, мужчина, если он курящий, то он уже не дожив, извините, до пенсии, он умирает от инфаркта или от инсульта. И точно так же и среди женщин тоже это встречается. Кроме этого, негативное влияние на человека оказывают и стрессовые ситуации. Именно они часто становятся триггером обострения имеющегося заболевания. Стресс обязательно влияет. Если у человека есть повышенное артериальное давление, то стресс сужает сосуды. Когда снижаются сосуды, естественно, повышается артериальное давление. А любой стресс, неизвестно, чем может закончиться, тем же инфарктом или инсультом. Поэтому, если люди, имеющие какие-то факторы риска, какие-то неинфекционные заболевания и подвергаются стрессу, это тоже чревато последствиями. Практически любое из неинфекционных заболеваний, прежде всего, связано с образом жизни человека. Конечно же, существуют и другие факторы, такие как наследственность, генетическая предрасположенность и так далее. Но в целом, именно вредные привычки оказывают колоссальное влияние. Поэтому, чем быстрее люди будут от них избавляться, тем больше шансов прожить долгую и здоровую жизнь.